У меня здесь еще один гусенок вылупился, он уже почти обсох, я его специально здесь оставила, чтобы он подсох и окреп чуть-чуть, но сейчас я его перенесу к остальному гуську, или пусть здесь сидит, в принципе пусть здесь сидит, пусть здесь сидит и может быть быстрее выйдет гуся. С яйца номер 8, где наклевчик есть, а он там уже, 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 или не уже, такой же, да, ну, а ну я послушала, там шубуршит, ну, что-то тихо он шубуршит, не так рьяно, я бы сказала. Так, это яйцо за компанией тут находится, друзья, ну, скорее всего, ничего там не вылупится, но я его держу до последнего, пока вот лупится этот гусенок, это яйцо здесь лежит. А там будет видно, ну, и гуська этот будет за компанией здесь находиться, может быть, тот гуся в яйце быстрее выйдет. Сейчас 11 часов дня. Этот гусенок вылупился примерно сколько? Час назад. Конец 29 дня инкубации. Еще пару часиков, ну, даже не пару часиков, еще часик, если быть точным, еще часик. И начнется 30-й день инкубации, друзья. И вот этот наклев под номером 8, да, гусенок сделал вчера вечером, поэтому он позже всех и лупится. Но самое главное, что он лупится, и это хорошо. Вывод у меня не растянутый, я довольна. Ну, вот еще дождусь же 7-го гусика, и все, и буду очень я рада, довольна. Гуся там, вот, ну, пусть он сначала вылупится, а потом мы уже посмотрим и сделаем результаты, да, сделаем выводы, вернее, моей инкубации в картонной коробочке. Друзья, ну, а здесь у меня тоже наклевы в куриных яйцах, два наклевы уже есть. Сегодня делала переворот яиц, думала делать, не делать переворот, потому что уже 20-й день инкубации начался, и охлаждение я уже перестала делать. Вот наклевчик один, вот, и вот наклевчик второй, я пометила их, вот он. Видите, наклевы вот с этой стороны, где минусик нарисован, ну, я решила, переверну их на минусики, раз им больше нравится лупиться со стороны минусика. У меня здесь есть одно яйцо, сейчас я вам покажу, вот оно, опа, R, R, оно надбито, и разбила я его случайно, надбила, в самом начале инкубации, друзья, уже здесь был зародыш виден. Ну, цокнула, вот, когда при перевороте яиц, ударила яйцо об яйцо, в общем, и вот такое получилось. И зародыш тут жил, развивался, я ничем не заклеила, вот, видно, да? Ничем не заклеила это яйцо, вот так оно у меня лежит. Думаю, ну, выживет, хорошо, не выживет, значит, так ему положено, суждено. У меня такие яйца не выживают, это не первое яйцо, которое я разбила, вот. Не в этой инкубации вообще, при инкубировании во всех раньше проведенных инкубациях. Разбиваются яйца, я их заклеиваю или не заклеиваю, без разницы. Развивается зародыш до последнего дня инкубации. Развивается, живет и все. Уже там движется, дело идет к наклеву, к вылуплению, и он замирает, в конце концов. Ну, у меня так было, такой опыт. Здесь же пока живет. И когда я просвечивала яйца, здесь проверяла, убирала замершие зародыши, уже оставила тут в коробочке все живые, ну, несколько дней назад. И в этом яйце живой птенчик. Так, вот, жду, друзья, двадцатый день инкубации. Наклевы только начинаются. Ну, будем смотреть, когда соизволят начать лупиться цыплята. В общем, у меня праздничные дни. Первое мая у нас на дворе. Вот, и праздник Мир Труд Май у нас в полном разгаре. Работаем. Работаем. А в этой коробочке, друзья, тоже, что вы думаете? Здесь тоже у меня есть наклев. Вот я его нарисовала. Но мне кажется, в этой коробочке у меня быстрее начнут лупиться цыплята. Вот наклевчик. Заложила я на восемь часов позже эту коробку, чем в ту коробку под двумя лампочками. То есть, здесь цыплята должны, по идее, позже начать лупиться и вылупляться. Но из-за того, что здесь мало яиц, под одной лампой греются, здесь получается больше обогрев вот этих яиц. Они быстрее вылупятся. Даже не сомневаюсь. Они и на ощупь намного горячее, когда я их переворачиваю. В общем, чем меньше яиц под лампочкой, тем они лучше прогреваются. И все идет хорошо. Процесс инкубации происходит наилучшим образом. Ну и покажу же вам. Гусиные яйца в деревянном ящичке. Все здесь хорошо. Друзья, 25 яиц лежат. Лежат, инкубируются. Хочу заложить следующую партию и жду, когда вылупятся вот эти цыплятки, чтобы коробочка у меня освободилась. И вот думаю, куда мне закладывать гусиные яйца. Или же заложить под одну лампу сначала одну коробку, потом другую. Но я не хочу. Я не хочу так. Я хочу, чтобы побольше яиц, заложить побольше коробочку, по две лампы. Но уже две недели собираются. Надо посмотреть. Сегодня будет уже две недели. Две недели я собираю гусиные яйца. Если я еще буду собирать несколько дней, ну хотя бы 40, чтобы собрать, мне надо еще дня 4, наверное. И получается будет не две недели, а почти три недели до закладки в инкубатор. Вот здесь у меня яйца есть. Вот. Видите, циферка 16. 16 дней хранилось яйцо до закладки в инкубатор. Есть 14 дней. Вот. 14. Это две недели. 10, 3. В общем, разные. Но самое большее срок, да, хранения. Вот 16. Буду смотреть, как будет зародыш развиваться. Он развивается. Как гусенок вылупится. Ну, так. У меня таких яиц было 5. Под цифрой 16. Неоплодные были яйца и плюс еще замерзшие. Ну, так. Все. Пусть тут оно все. Мне греется 39,5. Держится, держится. Все. Цыпочка. Ой, цыпочка. Господи. Гусика. Гусика, гусика. Гусика. Давай, заставляй этого вылезти. Хватит уже ему там сидеть. Ой, 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 как мы деребаним. Как мы деребаним, а. Не успели мы еще обсохнуть уже все, что попадается, да, скажи, под руки. То мы и пробуем на свой вкус. Так, а здесь что у нас? Что у нас тут происходит? Гуся. Гуся. А, слышит голос, слушайте. Не может понять, откуда, да? Сейчас я открою коробочку. Сейчас я ее открою. Тут такая у меня баррикада. Вот так. Ну, что делать? Опа, опа. Как мы тут пищим? Как мы тут пищим? Я не могу до вас добраться. Ой, 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 ой. Как мы тут пищим? Как мы тут пищим? Ой, мои хорошие. Да, да, да. Ой, как мне нравится, когда гусяточки вот такие маленькие. Они такие интересные. Так разговаривают. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Здесь у меня пять гусят. Да. Шестое в другом месте. Яйцо охраняет. Кто такой мой хороший? Кто такой мой хороший? Иди сюда. Ой-ой. Ой, пищака. Ой, пищака. Ой, ты мой хороший, хороший, да, хороший. Гуся-гуся. Гуся-гуся. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Ой, боже мой. Какие же они маленькие. Ну, хорошие. Что сказать? Хорошие, да? Миленькие. Все маленькие и хорошенькие. Хорошенькие, хорошенькие, да? Красотульки Мои малыши Мои хорошие малыши Прячется этот маленький гуська Прячется Под задницу залез К другому Это самый первый Вот этот и вот этот Скорее всего Вот они два Два, которые самые первые вылупились Вот они такие смелые тут Два красавца Удалых Ничего Если они тоже потянутся Наберутся сил Да, мои хорошие У гусят такая шаткая походка Никому из них еще суток нету Они учатся ходить Учатся держать равновесие Вот Им же тяжело Они-то тяжелые У них вес-то Больше, чем у цыплят Они большие Поэтому им надо учиться Держать равновесие Да, мой маленький Ну все, закрываю Не будем мешать, да? Деребанить коробку А этот, видать Последний Которого я сюда в коробку Определила Вот она дыхает А, малыш Он самый-самый В этой коробочке Маленький Ну, дыхайте, мои хорошие Дыхайте Давайте я вам водички подолью Давай О, прискакал Уже думает Че я че Тут пронесла вкусненькое Да, че пожрать бы Думает Че пожрать Ой Ой, как мы бегаем Ой, как мы бегаем Они так смешно Бегают гусята Хе-хе-хе Чуть-чуть постарше будут Ну, вообще Наблюдать Когда они бегают Они когда радуются Такие довольные Носятся И так быстро Вот захочешь Догнать Не догонишь Хе-хе Ой, малыш Карандаши Ну Вдвоем На одного Так Так Таканчик С водичкой Свеженькой Я ту водичку Что была Вылила Налила Свеженькую Прямо с крана Налила Она здесь Коробочкой Нагреется Тут тепло Хе-хе-хе Боже мой Смотрела бы И смотрела Так Люблю Смотреть на малышей И вы мне пишите Вам тоже Очень нравится Ну вот Кто Разводит Птичек А даже Кто не разводит Кто просто смотрит Мои видеоролики Нравится Пишите мне Что вам нравится Наблюдать За малышней Какие они Хорошенькие Релакс Я даже сегодня Вот сережки Своему говорю Ну прям получаю Релакс Вот смотрю На них На маленьких И прямо На настроение Поднимается Так что друзья Хотите поднять Себе настроение Вот Заводите Птичек И На малышей Смотрите И тогда Появится Настроение Как бы там Не устал Как бы там Плохо Не было Пришел Посмотрел На малышей Все Поднял себе Настроение И пошел Дальше Да Зарядился Положительными Эмоциями И пошел Дальше Работать Ну и Не обязательно Идти дальше Работать Можно Идти дальше Просто И отдыхать В принципе Главное Получить заряд Положительный Заряд Вот так Милота Просто Милота Дала Уткам Травушки Травушки Муравушки А две Уточки У меня же Сидят Тут В гнездышке Сейчас Я Зайду К молоткам К молоткам Немножко Досталось Я даю Смешника Много Не даю Сразу Потому что Под солнцем Вянет Быстро Молодушки Еще не снесли Мне Сегодня Яйца Не снесли Почему Будут Наверное Чуть Чуть Попозже А Старушки Снесли А давайте Я вам покажу С этой Стороны Своих Носедушек Вот они Мои Красоточки Сидят Я там Дрвала Траву Слышу Вышла Уточка Вот та Которая Сидит В правом Гнезде Пищит Вообще Не знаю Может быть И другая Уточка Пищит Просто Я Знаю И видела Поэтому Говорю Что Пищит У меня Обычно Теменькая Уточка Попискивает Выходит И пищит И вот Она выходила Минут Десять назад Пищала А она Услышала Что я Подходила К цыплятам Гусям Цыплятам Давала Траву Сначала Им Вот И она Вышла Думала Что я Им Что-то Тоже Дала Но Я Попозже Им Сейчас Только Дала Последнюю Очередь Сначала Дала Курочкам Вон Они Там Сидят Такие Спокойные Посмотрите Не Бегают За мной А то Обычно Я иду В одну Сторону Они За мной Провожают Меня Я иду В другую Сторону Они Опять За мной Провожают Меня А сейчас Смотрите Господи Куда Записать Сидят Спокойнёхонько Да Птенёчки Главное Под деревцем Снеслась Снеслась Кричит Я Снеслась Я Снеслась Да Хороший Сидят Умная Птичка Как мы Как мы Тут кричим Да Да Так Гуси Мои Зажрались Гуськи Мои Зажрались Трава Лежит Да Гуся Бери Не хочу Надо Меньше Можи Кидать А то Вот так Она На солнце Сохнет Вон сколько Сухой Травы Рядочком Здесь И здесь Вон Лежит Они уже Не ходят Но Кричат Когда тут Проходишь Мимо Они начинают Кричать Ага Ага Всё мало Всё и мало Ну вот И уточки Чуть-чуть Подзобали И пошли Что Пойдём Купить Пошли Пошли Сейчас Я вам Цыпок Покажу Своих Цыпочки А мои Хорошие Цыпочки У вас Тут Всё Хорошо У вас Так много Ромашки Волгороде Очень быстро Она Разрослась С одного Кустика Прям Семена Разлетелись По всему Участку И в общем Я сейчас Вырываю Ромашку Не знаю Кушают Не кушают Короче Я им всё даю Пусть всё Кушают Всё что полезно Пусть всё Кушают Цыплятки Уже заметно Подросли У меня Разница В возрасте Напоминаю Кто не знает Месяц Цыплята Разных возрастов Два возраста Месяц Разница Между цыплятами Вот Живут Мирненько Дружненько Живут Поживают Да Ну Всякое Бывает Конечно У нас Но Мы эти моменты Все Урегулируем Да Мои хорошие Приводим их Можно так сказать В порядок Да У нас тут Равноправие Так В кормушках Есть ещё Корм Конечно Я досыпаю Я смотрю Когда уменьшается Корм Я подсыпаю Сейчас я им Траву давала Сейчас Сейчас Немножечко Отдохну Кофеёчек Пойду попью Или чайочек Пойду опять Траву Додёргивать Мне надо Просто Один участок Освободить От травы Очень противная Там разрослась Ползучая трава Надо от неё Избавиться Вот Освобождаю Этот участок Покормлю Опять Травушкой Сыпок Ну Потом И зерно Дам Вот Есть У них Там всё Всё Есть А то Пишите Мне Пустые Кормушки Ну Некоторые Пишут Ну Те Кто Хотят Написать Какую-то Колкость Какую-то Гадость Они Пишут Всё Есть Уцы Покормили Голодные Воду Надо им Налечь Вот Вода Вода Уже Выпита Но Здесь Ещё Есть Я здесь Ставлю В Баночки Одна Третья Часть Оставалась В каждой Баночке Водичка Всё-таки Очень Любят Это место Оно Они там Смотрите Сидят А здесь У меня Кто Сидит Ку-ку Курочка Квочечка Что моя Хорошая Три недели Мы сидим На утиных Яйцах Вот так Ещё Осталось Ой ты Моя Хорошая Дай я Хоть Посмотрю Там у тебя Что-то Есть Нету Вот 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 Тёпленькая Всё хорошо Всё У тебя там Хорошо Что я показываю Да Вам Ничего не видно Ну А что смотреть Яйца Под курицей Лежат Не будем же Мы её Поднимать Чтобы показать Вам Яйца Так Так Здесь у неё Есть Корм Курочка У нас Умная Она Выходит Каждое утро Вообще Она выходит Когда хочет Выходит Здесь Ходит по территории Здесь уже Цыплята Бегают В это время Она может До того Как я Выпускаю Утром Цыплят Выйти Отследовать территорию Покушать Воды Попить Всё Делать Всё Свои дела Потом Зайти Опять Сесть На Яйца А может Выйти Когда Тут уже Цыплята Гуляют Опять Всё Свои дела Сделать И Сойти Опять Сесть Ну Так Всё У нас Хорошо Да Цыпки Да Мы Хороши Вот Воды Сейчас Я Многою Водички Ёсич Восем Многою Да Надо Будет Им Надо Будет Ещё Травушки Нарвать Да Мои Хорошие Дать Обязательно Травушку Даю Вот Молочайчик Смотрите Вот Молочай Клей Что думаешь Я буду вам Резать Нет Я Не Режу Цыплятам Траву Смотрите Какой Красивый С лохматыми Ножками Да Это Курочка Курочка Лохма Ножка Вот Голошейный Цып Интересно Кто будет Курочка Или Пятышок Ну Будем Смотреть Кто Будет Тот И Будет Все Наши Как Говорится Какой он Кажется Маленьким По сравнению Вот с этим Белым Цыпленком Потому Что Шея Голая Цыплята Полностные Поэтому Они На внешний вид Разные Породы Разные На Мешаные Тут Породы Разные Ох Голошейка Уже Здесь Только Был Там Или Здесь Только Они Быстро Двигаются Водичка Еще Есть Но Я Подожду Обязательно Прохладенькая Водичка За ней Будет Вкусняка Вот Там Любят Сейчас Цыплятки Тоже Находиться Не Зря Я Повесила Ширму Эту Она Не Просто Так У На 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 Висит На Сетке Это Теневая Завеса Хоть Она И Стопанная Зато Она Служит Зато Она Приносит Что Провожаешь Меня Вот Она Стопанная Перештопанная Потому Что То Ветер Ее Порвал То Снег То Вьюга То Утки Мне тут Ходят Гуси Цыплята Корята В общем Все Кто Может Все По чуть Чуть Помогли Как Говорится Помогли Пурвать И Я Штопаю С Года В Год Пока Мясина Еще Может Там Висеть Она Висит Как Только Со Всем Изорвется Придется Что Нибудь Придумывать Другое И Здесь Очень Хорошо Что Здесь Дерево Вот Вишенка Тенечек Тенечек Цыпочка Ну И Там Вот Этой Теневой Завесы Тенечек Ну А Здесь Здесь Тенечек А Дерево Молодого Пока Оно Вырастет И Вот Там Тенечек У Гусиков От Тайвы Ну Ничего Другого Тут Пока Нету В Корыте Купаются Гуси Я Наливаю Водичку Она Прохладненько У них Всегда Нагревается В корыте Но Я Наливаю Всегда Свежую Не Всегда Свежую Я Име Ввиду Доливаю И Она Прохладная Вот Что Я Хотела Сказать Гусик Успел Уже Покакать И И Испачкаться И Яйцо Даже Испачкал Ну Все Пришло Время Тебя Доставать Значит А то Уже Яйцо Мне Тут Испачкал Гуська Как Ты Так Умудрился Испачкаться Боже У меня Руки Как Сюда Грязные Еще Не Помогу Я Жи Со Двора И Сразу Сюда Посмотреть Что Тут Делается Маленький Стой 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 Молодец Взял Запачкался И Что Делать Помыть Теперь Надо Еще И Как Ты Высохла Ну Как Ты Так Запачкался Вот Ругать Буду Тебя Ругать Яйцо Это Запачкал Тоже Надо Его Сейчас Так Наклевый Что Тут Наклевый Проверяю Смотрю На Каком Этапе На Какой Стадии Вылупление Гусенка Ну Что Возьму Тряпочку Мокренькую Протиру Яйцо С Наклевым Гусики Помою Крылышко И Пойдет Мне Гусем Все Хватит Тут Мне Он Запачкал Мне Тут Тряпочку И Яйцо Да Да Маленький Помыла Гуську Вот здесь Вот Это не Крылышко Было Грязно Боковая Часть В общем Я не знаю Как он умудрился Покакать И Изваляться В этом Обваляться В этом Оно Подсохло Еле Отмыла Аккуратненько Мыла Водичкой Ну Как Так Можно Было Умудриться Запачкаться А Малыш Иди Иди Эти Гусятки Что же Какают Ну Они Чистенькие А этот Прям Такой Грязненький Первый раз Такое Вижу Ты Смотри Какой Грязнуля И вот Получается Сейчас Я ему Боковину Одну Боковину Грязную Часть Тела Помыла Она Мокренькая Чуть 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 Не начали Его Крывать Туда Отдыхают Гусечки Гусечки Отдыхают Лапки Расползаются Скользкая Пластилочка Да Мой Малыш Скользкая Пластилочка Вот так Шестой Шестой Вернулся В семью Ну Вот так Вот мы тут И живем А гусики Чего-то Тут шумят А что такое А что Случилось Ой Как мы Можем Пищать Ой Как мы Можем Пищать Что Случилось Мой Маленький Что Такое Я Уже Дала Стартовый Комбикорм Вот В том Уголочке Водичка Есть У них Все Хорошо Шесть Гусяток Коробочки Ну А здесь Я Выключила Свет Все Выключила Друзья Одно Яйцо Тут Осталось Которое Без Наклева Уже Ничего С него Не выйдет Все Идет На Отбраковку Спросите Куда же Делось Яйцо С Наклевым А вот Она Друзья Вот Здесь Вот Положила Куриным Яйцем И Сделала Это Буквально Недавно Сейчас Девять Часов Ночи Уже И Думаю Ничего Мне раньше Эта мысля Не пришла Чего Я Это Раньше Не Сделала Кидануть Сюда Яйцо И Отключить Свет Вот В Этой Коробке Зачем Спрашивается Столько Времени Одно Яичко Находилось В коробке Ну Не Считаем То Другое Яйцо Которое Было Без Наклева Ну Так Вот Этот Гусенок В яйце Очень Даже Благополучно Здесь Расположился Сейчас Я вам Покажу Ну Вот Так Наверное Вам Покажу На Расстоянии Гуся Пока Не Предпринимает Прям Таких Серьезных Действий Но Надеюсь До утра Он Вылупится Очень Бохотелось Конечно Поставил Под лампочку Термометр Тут Рядышком Вот Сейчас Отрегулирую Температуру Я Где-то С полчаса Назад Меняла Яйца Местами Переворот Не делала Куриных Яиц Потому Что 20 День Инкубации И Наклевы Вот Вот Наклев Наклев Наде У меня Еще Был Наклев Друзья Сейчас Покажу Поближе Видите Вот Это Наклевы А Вот Еще Наклев Вот Наклев Цыплятки Цыплятки Пищат Вот Ожидаем Вылупления Цыпляток Ну вот И думаю Друзья Чего раньше Это яйцо Сюда Не положила Ему Веселее Этому Гусенку Будет Цыплятки Попискивает И он Будет Перекликаться Вместе С ними Авось И выйдет Быстрее Да Ну все Порядок У меня Друзья Жду Гусенка Мне нужен Этот Седьмой Гусенок Чтобы он Вылупился Чтоб Моя душа Успокоилась Что Инкубация Пришла Можно Так Сказать Успешно Сейчас У нас Тридцатый День Инкубации В Двенадцать Часов Ночи Будет Середина Тридцатого Дня Ну вот Друзья Все идет Хорошо Шесть У меня У меня Есть Я жду Тем более Он наклев Сделал Значит он Должен Выйти Сейчас У нас Семь утра И посмотрите Что делается В моей Коробочке Гуська Гуська Не Вылупился Еще Зато Вылупился Цыпленочек И Второй Уже И Второй Вышел Посмотрите Вот он Так Сейчас Выберу Термометр Спасем Цыпленка Для Начала Да Давай Давай Другой Рукой Вот так Ой 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 Так Дай бяку Сюда Дай бяку Дай 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 Все Ты теперь Чистенький Чистенький Так Здесь Заберем Заберем Започкали Чуть Чуть Ой Господи Два Цыпки Вылупились У нас Два Цыпочки Вылупились Так Где яйки Вот Наклев Вот Наклев То С высоты Не всегда Видно Где Наклевы Появляются Дополнительные Наклевы Вот В яйцах Там Вот Наклев Здесь Наклев Так Где Еще Где Еще Вот Наклев Вот Наклев Так Здесь Наклев Еще Вот Наклев Еще Возможно Делают С другой Стороны Надо Еще И проверять Эти Яйки Типа Мой Хороший Иди Вот Сюда Иди Вот Яйки Двигаем Так Все Ну вот Смотрите Какой Большой Наклев Чик Этот Цыпленок Уже Начал Проворачиваться И он Скоро Выйдет Так Вот Эту Вот Отбираю Вытаскиваю Полотенце Чтобы Цыпкам Было Легче Тут Находиться Удобнее Было Так По поводу Вот Этого Гусеночка Он Живой Все Внутри Он Двигается Чуть Чуть Но У него Какие-то Слабые Движения Ставлю Его Обратно Я Чуть Чуть Сейчас Его Не по Центру Поставлю Подвину Яики А Гусеночка Поставлю Я имею Дуни Под Ну ты Посмотри Куда Он Лезет Не Под Лампу Я Его Поставлю Немножко Так Двигаю Яйца Меняю Местами А Гусеночка Поставлю Вот Здесь Например Вот Все Поменяю Температуру Чуть Чуть Ой Наклётики Наклётики Тут Будут Цыпочки Сегодня Прибавляться Еще Гусиное Яйцо Я буду Ждать Пока Гусенок Там Наберется Сил Пока Он Созреет И Выйдет Из Яйца Я Ему Помогать Не Буду У меня Уже Есть Опыт Помощи Вот Именно Такого Яйца Прошлая Инкубация Я тоже Вот так Посмотрела Что Последнее Яйцо Что Гусенок Ну Вот так На месте Стоит Причем Вот Наклёв Вот Тоже Вот Такой Формы Понимаете Я Помогла Тому Гусенку И Какой Результат Не Втянувшийся Желточный Мешочек Он Еще Был Не Готов На Выход И Получился Что Инвалид Поэтому Я Не Хочу Чтобы С Этим Гусенком Повторилась Такая Ж И Я Решила Если Ему Суждено Выйти Он Выйдет То Есть Втянется Желточный Мешок И Он Выйдет Вылупится Если Суждено Ему Там Остаться Значит Он Там И Останется Я Не Буду Его Раньше Времени Выколупывать Тридцатый День Инкубации Не Закончен Как Инкубация Еще Продолжается Именно Для Этого Гусенка Поэтому Поэтому Он Еще Остается Мне В Яйце Среди Куриных Яиц Хочу Сказать Друзья Что Вот Этот Вопросик Я Не Зря Нарисовала Видите Вот Вопрос С Этой Стороны Тоже Вопрос Когда Я Авроскопирую Яйца На Разных Этапах Инкубации И Если У меня Какой-то Подозрительный Получается Зародыш То есть У меня Сомнения Насчет Этого Зародыша Он Какой-то Слабенький Мало Отдвигается Допустим Или Какого-то Маленького Размера Или Он Как Будь Ну Вот Не Такой Как Все Когда Воскопируешь Все Яйца Уже Видишь Зрительно Какие Зародыши И Он Вот Бросается В глаза Он Отличается Я На нем Рисую Либо Крестик Либо Вопросик В общем Какую-то Пометочку Делаю И Его Дальше Наблюдаю Но Вот Это Яйцо Дошло До Финиша Со Знаком Вопроса Хотя Он Тоже Долго Вот Был В таком Положении Непонятном Как Будто Там И Не Двигался Зародыш Но Тем Не Мене Он Живой Был Вот Этот Гусенок И Наклев Сделал Самым Последним Но Настолько Видать Отстает Все-таки В развитии Он Слабенький Что Он Не Может Дальше Вылупливаться Потому Что Он Еще Не Созрел Поэтому Я Его Не Трогаю Пусть Пока Лежит Дозревает Значит У Него Там Еще Не Втянулся Желточный Мешочек И Кровеносные Сосуды Тоже Еще Не Все Убрались Семена Гусенка То Есть Он Еще Не Созрел Для Вылупления Бывает Такое Что Гусята И Вылупляются На 31 32 33 День Инкубации Бывает По-разному Так Так Как У Меня Гусята Вылупились На 29 День Инкубации Этот Гусенок Конечно Запоздал И Отстал Ну Если Вылупится Вот Хорошо Но Ему Надо Время Семена Семена